В Карелии ищут алмазы и конгломерат. Последнюю породу уже представили на международной выставке в Петрозаводске. Строительство перинатального центра отстает на год. Заказчик винит подрядчика, а сдача объекта все ближе. Подвальные ароматы и дырявые лестницы. Коммунальные парадоксы в рубрике «Дежурный по городу». Новости на телеканале Ника+. В студии Маргарита Михайлова. Здравствуйте. В Карелии снова ищут алмазы. В этом году на наличие кимберлитовых пород проверят Лоухский район. Холдинг Росгеология уже заключил госконтракт на соответствующие работы. Геологоразведка запланирована на этот год, но вердикт специалисты вынесут только через два года. А в Кандапожском районе может появиться новое месторождение конгломерата. Это горная порода, которая применяется при любых видах строительства. Конгломерат представили на международной выставке «Карельский камень», которая открылась сегодня в Петрозаводске. Юлия Кучеренко продолжит. Конгломерат – горная порода, которая представляет собой сцементированный гальку и окатыши. Такого конгломерата с зеленоватым оттенком в мире практически нет, рассказывает инженер-геолог Василий Калмыков. А вот в Карелии, в Кандапожском районе нашли. В ближайшее время начнется добыча камня. Проблем с реализацией быть не должно. Уже на выставке камнем заинтересовался представитель Индии. Когда проявляют интерес представители Индии, это показали то, что камень интересен именно в будущем на мировом рынке, не только на карельском или российском. Всего 40 компаний принимают участие в выставке в этом году. Не только из Карелии, но также из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Выборга, Иваново-Орла, а также иностранные гости. Горнодобывающую промышленность называют здесь, как и принято на подобных выставках, одной из ведущих отраслей экономики. И она могла бы приносить немалую прибыль, ведь природа подарила нам множество богатств. Но есть ряд проблем. Горнопромышленники говорят, объем перевоза камня сильно снизился. Материал есть, но перевозить его сложно. Признает это и в правительстве республики. Сегодня самая главная проблема, которая на сегодняшний день уже решается на уровне Российской Федерации, на уровне правительства республики Карелия, это по вывозке щебня по установлению тарифа железнодорожья на вывозку щебня. В ближайшее время выйдет информативно-правый документ, который наведет, так сказать, сократит это кратчайшее расстояние пути и в конечном итоге даст уменьшение тарифа по вывозке щебня. Однако смотришь на выставку «Карельский камень» и душа радуется. Пенные напитки и закуски уходят здесь на ура. Правда, на вопрос, почему на выставке, посвященной горнодобывающей промышленности, такие необычные экспонаты, нам ответить не смогли. Я не могу владеть такой информацией. Сообщается, что выставка «Карельский камень. Дороги Карелии» на протяжении многих лет остается важнейшей платформой для взаимодействия в данной сфере. Может теперь и не гадать, откуда у нас проблемы в этой отрасли. Юлия Кучеренко, Александр Борисов, телеканал Ника+. Строительство сразу четырех перинатальных центров на северо-западе отстает почти на год. Об этом заявил полпредпрезидента Николай Цуканов. Петрозаводский объект не исключение. По версии Ростеха, главная причина задержки строительства – недобросовестные подрядчики. Недавно на объекте появился новый подрядчик. С прежним сейчас работают правоохранительные органы. Кроме того, в столице республики есть проблемы с финансированием объекта со стороны региональных властей. По словам Цуканова, все-таки уже есть договоренность, каким образом будет идти оплата. По официальным данным, сегодня на объекте работают 400 человек. В здании подключено теплоснабжение, идет частовая отделка помещений. Устройство инженерных сетей еще не завершено. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории. На этой неделе будут укладывать асфальт. Монтаж оборудования запланирован на ноябрь. До конца года перинатальный центр планирует ввести в эксплуатацию. Уже в первом квартале 2018 года он должен заработать. ЖКХ не пахнет розами. Жители одного из домов по улице Мурманской жалуются на запах нечистот из подвала. А в одном из дворов на улице Пушкинской ремонтируют лестницу. Однако качество ремонтов вызывает у горожан массу вопросов. Коммунальные парадоксы в рубрике дежурный по городу. Жители дома номер 15 по улице Пушкинской 10 лет добивались ремонта лестницы в своем дворе. Добились. Самое время радоваться. Однако людям почему-то не весело. Как рассказали местные жители, качество новой лестницы вызывает сомнение. Конструкцию еще не успели установить, а она уже начала разваливаться. К тому же, по их словам, пандус хотят отгородить от лестницы перилами. Люди переживают. В этом случае пользоваться пандусом будет весьма проблематично. То есть доступа к пандусу совершенно не будет. Ни велосипед не спутишь, тем более ни коляску. Как скорая будет подъезжать? Вообще вот на вот этот эверез, как это все будет забираться? Горожане надеются, что управляющая компания МКС обратит внимание на их замечание и скорректирует проект. Как-никак лестницу ремонтируют за их счет. Жители дома номер 19 по улице Мурманской недовольны неприятным запахом из подвала. Вонь периодически появляется, периодически исчезает и при этом успевает основательно испортить всем настроение. Жить с таким запахом невозможно. Невозможно дышать. Ребенок терпит, ребенку три года. Спим иногда в соседней комнате. По словам женщины, она написала обращение в водоканал еще полтора месяца назад и с тех пор ждет ответа. Под окном у Натальи растет сирень, а в квартире пахнет почему-то говном. Такой вот коммунальный парадокс. Если вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Настроение портит еще и погода. Сегодня ночью в карельской столице будет минус два, а завтра днем плюс три. По информации Карел Гидрометцентра, погода будет неустойчивой до конца октября. А новости на сегодня все. На этом я, Маргарита Михайлова, с вами прощаюсь. До свидания. Грандиозная распродажа началась в Национальном театре Карелии на новоторжской ярмарке за шубой. Покупать шубы – одно удовольствие, и цены ниже некуда, скидки до 40%. Таких цен на дубленки, шубы из мутона и норки, а также нутрию, каракуле и многое другое вы не найдете ни в одном другом месте. Представлены размеры от 42 до 60. Для вас головные уборы из каракуля и норки. Вот такую мутоновую шубу с отделкой норкой только в дни выставки вы купите со скидкой за 23 980 рублей вместо 34 тысяч. А дубленку Норхан в красивом цвете шампань Деграде вы купите со скидкой за 29 980 рублей вместо 50 тысяч рублей. Цены на норку сейчас от 59 до 210 тысяч рублей. Например, такую норковую шубу вы купите за 98 тысяч рублей. Много хорошего, никак не остановишься. Очень много разных красивых вещей, мне все понравилось. Хорошая ярмарка, большая, пожалуйста, главное на большие размеры есть. Шубы Зимас из норки собственного зверохозяйства Новоторжской ярмарки вы купите по цене от 100 тысяч рублей. Все шубы соответствуют российским ГОСТам, чипированы. Мех качественный, гарантия до года, кредит. Добро пожаловать на новоторжскую ярмарку за шубой в Национальный театр Карелии, вход с площади Кирова. Ярмарка работает с 10 до 19 часов до 29 октября. Субтитры создавал DimaTorzok